Всем привет! Этот скринкаст посвящен веб-серверу Node.js. На нем мы будем говорить о том, что нужно для создания веб-приложений сайтов-сервисов на Node.js. Мы не будем разбирать все, что связано с сервером Node.js, этого очень много. Но все самое главное, самое важное для создания сервисов веб-приложении мы разберем достаточно подробно, чтобы вы не только понимали, как это делается, но и понимали, почему оно работает, как там что внутри устроено в этом сервере и что делать, если почему-то у вас что-то не работает. Перед тем, как мы перейдем собственно к серверу Node.js, несколько слов об окружении для разработки. Здесь я работаю на операционной системе macOS. Однако у вас все должно замечательно работать, в том числе под Windows, под Linux. Там, где есть существенные отличия, я постараюсь остановиться подробнее. Программы, которые я буду использовать, это терминал, под Mac это iTerm, а под Windows это просто обычная командная строка, либо файловый менеджер. Виртуальная машина, параллель с десктоп, это просто для запуска Windows под Mac. Вам она, скорее всего, не понадобится. Разве что, если у вас тоже Mac, чтобы интернет-экспорт распускать, то хорошая штука. Редакторы. Я буду использовать два редактора. Первый из них это WebStorm, второй из них это Sublime. WebStorm я использую с плагином. Плагин называется Node.js. Вот он. Если у вас еще нет его, то Browse Repositors. Ставьте его отсюда. Он будет в списке. И потом нужно будет сконфигурировать. Не забудьте это сделать. Settings. Ищите Node.js. Ищите Node.js. Вам нужно именно вот под JavaScript. Здесь configure. И нажать на кнопку. Оно скачает исходники. Это нужно для того, чтобы нормально работало автодополнение для встроенных модулей. И делать это нужно после установки самого Node.js, которую мы разберем чуть позже. Следующий редактор, который мне очень нравится, это Sublime. Он поддерживает меньше возможностей по анализу рефакторингу кода. Он не так эффективен в плане автодополнения, как WebStorm. Но у него больше возможностей по редактированию. Разные горячие клавиши. Его удобно конфигурировать. Можно легко писать плагин, в том числе самому. И он очень быстро работает. Поэтому он мне тоже очень нравится. И в нем у меня стоят следующие пакеты. Я прокручу на то случай, если тут найдется что-то интересное для вас. В частности, для Node.js стоит вот такой пакет. Node.js, так и называется. Он тоже нужен в первую очередь для автодополнения. Ну и наконец, что у меня тут есть еще? Последнее, это вот тут у меня браузер Google Chrome и ScreenFlow. Это программа, в которой я записываю этот скринкаст. Итак, терминал, командная строка, редакторы. Пожалуй, это основное, что нам понадобится. А теперь мы поговорим о том, что такое Node.js. Node.js – это программное средство для выполнения JavaScript. То есть ставится в Node.js, и Node.js выполняет JavaScript на сервере, на десктопе, на ноутбуке, на мобильных устройствах и т.д. JavaScript где угодно. Он был создан Райаном Даллом в 2009 году. Что же такое сделал Райан? И почему Node.js, который он сделал, получил такое большое признание? Ведь, на самом деле, до Node.js существовали другие попытки сделать то же самое. Node.js создан на основе виртуальной машины V8. Эта виртуальная машина была создана Google для браузера Chrome. И она умеет выполнять JavaScript. Не просто умеет. Она делает это очень хорошо. Она выполняет JavaScript быстро. Она поддерживает практически все возможности современного JavaScript. Самого современного стандарта, который сейчас принят. Плюс можно при помощи специальных флагов включить возможности будущего стандарта. И кроме того, V8 очень экономно расходует память. Очень хорошо оптимизирована в этом плане. Позволяет профилировать процессор, память, смотреть, что происходит. Очень-очень хорошая штука. Альтернативы V8, которые есть, они существуют. Это Rina на основе Java. JavaScript Core, который использует, в частности, браузеры Safari в MacOS. Windows Scripting Host, который есть в Windows. То есть есть другие способы выполнять JavaScript на сервере. На любом компьютере их можно поставить, но они уступают V8 в скорости, в эффективности расходования памяти. Поэтому V8 в данном случае, безусловно, плюс. Но V8 это JavaScript. V8 не умеет читать файлы, не умеет работать с сетью и так далее. Поэтому Ryan добавил при помощи специальных библиотек и, конечно же, своего кода, возможности по работе с сетью. С файлами, с потоками ввода-вывода и некоторые другие. То, что получилось в результате, позволяет делать из JavaScript веб-сервер. То есть пишет специальный код. Есть способы организации этого кода в модуле. Мы их обязательно рассмотрим. И этот код слушает сеть, обрабатывает входящие соединения и так далее. Делает он это весьма эффективно. Что интересного может быть для нас в Node.js как технологии? Почему мы можем захотеть выбрать Node.js? Для этого есть целый ряд причин. Первая это, конечно же, JavaScript. Если вы хорошо знаете JavaScript, зачем изучать другой язык? Будем использовать его и на клиенте, и на сервере. Из этого вытекает второе. Если на клиенте и на сервере один язык, то мы можем использовать одинаковый код. Ту же библиотеку и на клиенте, и на сервере. Впрочем, на практике это повторное использование весьма ограничено. И оно обычно касается библиотек общего вида. Потому что, допустим, у вас есть объект User. Этот объект User в браузере обычно делает одно. Использует возможности браузера. А на сервере он обычно делает другое. В том числе работает с базой данных. Тут уже вообще другой код. То есть, прям таки разделяемого кода не так много, но тем не менее он есть. Третье. Node.js это инструмент, который предназначен для решения основных задач, которые перед нами вставит веб-разработка. Хотим работать с базой данных? Легко. Node.js отлично работает с самыми распространенными современными базами данных. Хотим получить низкий уровень доступ к сети? HTTP, HTTPS, TCP, UDP. В Node.js содержится отлично проработанная коллекция модулей. Node.js это инструмент, который изначально проектировался для решения задач под веб. И в нем очень много для этого сделано. С другой стороны, Node.js, конечно же, не самый лучший вариант, если вы хотите создать оконное приложение под Windows. Или посчитать число P с точностью до какого-то n-ого знака. В этом случае, наверное, более предпочтительно будут другие инструменты. Node.js это средство, которое решает основные задачи под веб. И делает это хорошо. Что же оно делает хорошо? Node.js лучше всего себя ведет там, где нужно поддерживать большое количество соединений. Например, это 10 тысяч клиентов в чате одновременно. Или это онлайн игра, где тоже очень много игроков одновременно подключены и что-то делают. Большое количество соединений и задач это то, с чем Node.js справляется хорошо. При этом, эти задачи не должны быть вычислительными. Хотя, если задачи вычислительные тоже, то в Node.js есть средства для параллелизации. Но они не так хорошо проработаны, как на некоторых других платформах. Следующее, это рабочий прототип. На Node.js очень легко создать что-то готовое и заставить это работать, причем работать в том числе под нагрузкой. Когда мы разрабатываем, то современные методики разработки итеративны. То есть мы делаем что-то, оно должно работать, потом мы добавляем к этому фичи, оно опять работает, потом мы добавляем что-то еще и так далее. И на Node.js первый этап проходит очень быстро. А если все в порядке с архитектурой, то и дальше оно отлично расширяется. Дальше. В Node.js есть очень удобный менеджер пакетов npm, мы его подробно рассмотрим. И есть очень много готовых пакетов, которые можно поставить и работать с ними. Ну и наконец, сообщество. Есть много-много людей, которые любят Node.js, которые пишут под Node.js, которые поддерживают то, что они сделали под Node.js. Преимущественно это индивидуальные разработчики или небольшие компании плюс сообщество. Поэтому такая ситуация складывается, что есть очень много готовых пакетов модулей, которые нужно поставить и они вместе нормально работают. Для приложения на Node.js совершенно нормально, если оно использует 20, 30, 50, 80 готовых модулей даже. Такая вот матричная структура получается, когда есть много-много маленьких модулей, которые вместе интегрируются и отлично работают. Благодаря тому, что Node.js предоставляет для этого фреймворк. Ну что ж, время завязывать со всякой вводной теорией и переходить к практике. Сейчас мы посмотрим, как установить Node.js, как на нем выполнять скрипты и немножко залезем в документацию. Для этого я первым делом зайду на сайт Node.js.org. Здесь есть такая большая кнопка Install, которая, как правило, позволяет скачать пакет, наиболее подходящий для вашей операционной системы. Вначале посмотрим, что с macOS. С macOS все просто, я жму на Install, скачивается pkg и он ставится, просто все подтверждаю. Вообще, все очень очевидно, я даже не буду этого делать, ошибиться тут невозможно. Следующее, это Linux. С Linux все чуть сложнее, потому что в Linux обычно есть различные пакеты, но в пакетах часто не самая новая версия. А при работе с Node.js все-таки очень рекомендуют использовать последние версии, потому что иногда сильно что-то меняется. Так что, если вы ставите из пакета, то пожалуйста убедитесь, что версия именно последняя. Сейчас это видите 0.10.5, а на тот момент, когда вы будете смотреть этот скринкаст, может быть будет уже что-то и более новое. Отлично. Если у вас пакет устарел, то Node.js замечательно компилируется из исходников. Для этого можно найти Node.js, Linux и куда-нибудь кликнуть, например, вот сюда. И здесь будут инструкции по сборке Node.js под Linux, Configure, Make, Make, Install. Если у вас операционная система какая-то конкретная, то Node.js, например, Debian. И вы тоже находите необходимые пакеты, которые нужно поставить, и всего несколько, после чего Node.js замечательно компилируется. Вот, скажем, инструкции для Debian. Если вы работаете под Linux, то для вас не составит проблемы в этом разобраться. Ну и, наконец, Windows. Под Windows я проведу полную инсталляцию, так как именно у пользователей этой операционной системы, как правило, возникает наибольшее количество вопросов. Нажимаю на Install и скачиваю Node.js. После того, как он скачался, запускаю и соглашаюсь со всем, что предложит инсталлятор и операционная система. Все по умолчанию. Отлично, Node.js установился. Теперь я запущу файловый менеджер. У меня это far. И посмотрим, куда этот Node попал. А попал он в программ files. По умолчанию он вот здесь. И тут есть как файл Node, так и npm. npm это пакетный менеджер. Мы посмотрим его немножко позже. Node.js, когда ставится, прописывает себя в переменную path. Вот. Вот здесь, видите? Node.js и npm. Это очень важно, если вы запускали файловый менеджер до того, как поставили Node, то возможно переменная у вас старая и тогда запуск Node из произвольного места просто не будет работать. То есть, если вдруг не работает такой запуск, то перезапустите ваш файловый менеджер, чтобы переменная обновилась. Все, я запустил Node, и это так называемый режим REPL. Или, иначе говоря, простейшие консоли, когда я могу вводить JavaScript выражения, и они выполняются. Дваной Ctrl-C выходит из этого режима. Вообще этот режим используется достаточно редко. Здесь мы его используем просто, чтобы проверить, что установка прошла успешно. Конечно же, такой запуск должен работать не только из Windows, а из любой операционной системы. Как правило, под Node.js запускают файлы. Например, 1.js я делаю скрипт и напишу в нем простейшую команду console.log. Она сделает то же самое, что обычно делает в браузере. Node.js выведет Hello World в консоль. Если у вас это работает, поздравляю, вы запустили свой первый скрипт под Node.js. Практически все готово к тому, чтобы двигаться дальше, но перед этим желательно еще зайти в Downloads и скачать исходный код в Node.js и архивировать его. Зачем это нужно? Node.js содержит в себе как код на C++, так и JavaScript код для встроенных модулей. Многие встроенные модули написаны на JavaScript, и потом, используя возможности V8, скомпилированы уже выполняемые файлы и слинкованы с Node.js, но для нас не так важно, мы здесь с C++ разбираться не будем, но если мы хотим залезть внутрь встроенных модулей, а нам иногда нужно будет это делать, чтобы понять как оно работает, то нужно эти встроенные модули скачать, вот они в исходниках, я этот файл уже скачал, разархивировал, содержимое, нужно зайти в директорию lib. И вот эти файлы. Обращаю ваше внимание, если вы просто поставили Node.js из пакета, уже скомпилированные, готовые, в том числе под Windows, то этих файлов не будет. И залезть, например, внутрь модуля HTTP, посмотреть что тут как происходит, вы не сможете. Впрочем, вы можете делать это не сейчас, а потом, когда нам это действительно понадобится. Несколько слов по документации. Документацией мы будем пользоваться стандартной. Вот она. Тут достаточно много модулей. Если я хочу что-то найти в документации, я обычно ищу так. Node.js, например, консоль. И мне Google тут же все выдает. Документация, тут ссылки. И тут такая отдельная плашечка стабилити. Хочу обратить на нее особое внимание. В Node.js есть модули с различным уровнем готовности. Условно говоря, от 0 до 5. Вы можете прочитать по это подробнее. В документации about this docs, вроде бы здесь, стабилити. Вот. Смысл такой, что 0, это значит, что этот модуль не стоит использовать. А дальше от 1 до 5 различные степени стабильности. И фишка здесь в том, что стабильность, например, такая unstable или experimental, то есть низкая, она не означает, что модуль плохо работает. Модули с такой стабильностью могут работать замечательно без единой ошибки. Стабильность означает всего лишь то, что API этого модуля, то есть набор функций, методов, может в дальнейшем измениться. Соответственно, использовать методы нестабильные можно. Ну, стоит иметь в виду, что они могут поменяться в будущем. При этом работать они могут вполне хорошо. Вот, пожалуй, и все, что сейчас хотелось бы сказать по документации. В дальнейшем мы будем время от времени к ней обращаться по мере нашей разработки и углубления в Node.js.